Слава Украине! Привет всем от Полонского! Значит, ребята, сегодня у нас 23 октября, а 21 октября был очень интересный день. Это день высылки украинцев с Украины в Сибирь и на Дальний Восток и в Казахстан. Значит, какая произошла ситуация? Ситуация была следующая. Значит, расисты под покровом ночи распределились. Это имелось в виду области Западной Украины или Западноукраинской области. Значит, они ночью распределились по областям. И утром, врываясь в дома украинцев, давали 2 часа на то, чтобы люди собрались и потом их выслали. 78 тысяч человек выслали, чтобы вы понимали, сколько. Это приблизительно 22 тысячи семей было выслано. Имеется в виду Волынская область, Тернопольская, Ивано-Франковская, Станиславская область и так далее. То есть выселили тех, что они хотели, что они имели в виду. Это был 47-й год. Они хотели ослабить УПА, украинскую повстанскую армию. Просто убрав людей, которые могли потенциально стать членами УПА и бороться против советских фашистов. И вот они выслали этих людей, дали буквально 2 часа на сборы. Люди в чем были, ну вообще не готовы. Самое интересное, что даже местное начальство об этом не знало, коммунистическое. То есть они узнали за 2 часа до начала высылки. И люди в чем были, в том их забрали и выслали на Дальний Восток, Казахстан и так далее, где они рассеялись. Вот сейчас мы знаем, что там живут украинцы, но часть из них являются потомками тех, кого когда-то выслали с Украины таким вот образом. Звериная морда советской власти еще была в том, что вот высылали точно так же латышей, насколько я знаю, да, литовцев высылали, чеченцев высылали, кого, по-моему, ингушей высылали, крымских татар высылали. Вот это вам Советский Союз, вот это вам, это то, что предстоит на так называемой России. Вот это реальная звериная морда, звериный оскал советской власти. То есть, если ты не советская власть, у тебя просто или уничтожат, или вот вышлют к чертовой матери, что ты домой дороги не найдешь. Вот как они поступали. И если у кого-то есть малейшее там сомнение, что они могут поступить еще раз таким же образом, я вас уверяю, они это все сделают. Это бандитская была власть, абсолютно бандитская, абсолютно бесчеловечная, у которой было не лицо, а морда. Посмотрите, что они с людьми сделали, как они их мучили, как они их туда везли. Половина там просто не доехала, их там по 30-40 человек было в одной теплушке. Теплушке имеется в виду товарный вагон, конечно же, а как же еще. И половина просто не доехала. Вот, и это касалось очень многих наций, очень многих народов, в том числе и украинцев. Вот видите, никто об этом не знал, а стоит вспомнить. 21 октября 1947 год, они попытались таким вот образом бороться с УПА. Но, надо сказать, что УПА воевала против фашистско-советской власти до 61-го года. Так что ничего у них не вышло. Все равно Украина победила.